Тай-Дзи Цюань – один из внутренних стилей ушу. В прошлые годы Тай-Дзи Цюань входила в программу чемпионата России вместе с такими видами, как Чэнь Цюань и Нян Цюань. В этом году в нашей стране провели отдельный чемпионат по Тай-Дзи Цюань. Стать первым чемпионом России по ушу Тай-Дзи Цюань, первого чемпионата, я думаю, что это престижно и останется в истории, скажем так, уже для нашего времени. Соревнования проходили в Москве. В финале Эдуард Вердин обошел четырех соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала. Эдуард несколько лет посвятил тренировкам именно по направлению Тай-Дзи Цюань. Такое направление выбрал в связи с травмой. Давно еще много лет назад пришлось перейти в Тай-Дзи Цюань. Пошло-поехало. Само выступление Эдуарда на чемпионате длилось около четырех минут. Многие обыватели думают, что Тай-Дзи Цюань – только традиционная китайская оздоровительная гимнастика. Но на соревнованиях в этом стиле спортсмены показывали элементы повышенной сложности. Там есть прыжки с вращениями, с приземлениями на одну ногу, с приземлениями в полушпагат после прыжков. То есть это достаточно, скажем так, сложные элементы. И вот у меня просто были опыты, когда приходили бывшие акробаты, бывшие гимнасты, говорили, ну это мы сейчас на раз сделаем. Ничего подобного. Комплекс тоже делается в низких стойках, то есть гунбу, мабу – это самый низкий, то есть под 90 градусов колени. Прыжки все делаются в одну ногу, то есть приземлениями в одну ногу, а в двух предыдущих комплексах – две ноги. То есть сложность в этом равно есть, а потом поймать после прыжка. Сейчас чемпион России Эдуард Вердин вернулся к обычному режиму тренировок. Следующая цель спортсмена – выступить на чемпионате Европы по Тай-Дзи Цюань. Он пройдет уже в следующем году. Продолжение следует...